Золотая осень Неплохо, довольно таки неплохо получить 500 голды халявно Довольно неплохо получить там я не знаю слот в ангаре кому надо Ну и честно говоря неплохо там получить контейнеры из которых возможно что-нибудь вам выпадет Ну а что касается верхней цепочки сейчас обсудим Она только для тех ребят у которых есть бабло реальное и они готовы донатить Короче говоря ребят говорю к чему? Говорю к тому что раз Золотая осень стартовала на евро сервере То как мне кажется разницы между СНГ и евро не будет абсолютно никакой Возможно разница будет только там в каком-то отставании по времени одного сервера от другого С выкладыванием там каких-то предложений или возможно с выкладыванием там каких-то ивентов Но больше чем уверен в то же время что разницы во времени тоже не будет Скорее всего вот этот вот сдвиг между СНГ и евро сервером он просто временное явление Из-за перехода игроков с одного сервера на другой Ну и разработчики соответственно таким способом дали возможность ребятам те которые переходили Начать ивент нормально полноценно а не перетягивать там результаты по ивенту одних игроков Ну и соответственно дополнительные технические проблемы скорее всего это могло вызвать Это мое субъективное мнение если кто-то с ним не согласен Пишите обязательно в комментариях Но только просьба пожалуйста обосновывайте свое мнение Потому что забросать фекалиями это каждый гораст А обосновать за что конкретно ну тут уже не всегда приходится читать такие комменты Я имею ввиду с обоснованиями Итак ребят давайте возвращаться к ивенту золотая осень Что он собой представляет Я себе прикинул и посмотрел ради интереса на СНГ сервере Короче говоря все то же самое 10 отличий не найдешь Вообще не найдешь ни одного отличия Я ради интереса просчитал сколько будет стоить дойти до вот этого вот товарища горна Если я не ошибаюсь Да горн Вот для того чтобы получить этот горн за который вы можете получить себе в магазине танчик Вам необходимо задонатить купить наборы в магазинчике за real money И в баксах у меня получилось что для того чтобы дойти до вот этого вот товарища горна вам необходимо 912 колосков 912 колосков это два набора Один набор там где есть 631 колосок и один набор в котором есть 324 колоска Таким образом вы получаете возможность открыть все вот эти уровни до горна включительно Останется какой-то небольшой остаточек но вам его не хватит для того чтобы открыть себе еще профиль Поэтому ребят можете взять какой-нибудь наборчик подороже Я же посмотрел просто вот что называется в притирку Если посмотреть на цену То вам необходимо для этого будет 148 долларов Ориентировочно возможно 147 Это я уже тоже знаете так совсем в притирочку считаю Короче говоря 147 баксов за возможность взять одну из вот этих вот трех машинок Я еще посчитал что когда вы вот это вот все будете покупать Давайте будем считать вместе с вами 147 баксов За эти 147 баксов вы получаете машинку и возникает вопрос сколько она стоит в голде Почему в голде? Потому что 147 баксов если брать допустим голду по косарю за 1 бакс Соответственно у вас получится 147 косарей голды В этих наборах которые я посчитал будет 75 косарей и 35 Того получается 110 тысяч золота вы получаете себе в копилку А значит оставшийся танчик вам получается в 37 тысяч золота В эти 37 тысяч золота будут входить 2 тысячи золота которые вы получите здесь А значит уже остается 35 тысяч за танчик И дальше ну что еще Ну сертификаты вот эти точнее бустеры на золото как бы на такой сумме Ну не особо да там что-то весит Ну один вот этот вот контейнер из которого возможно что-то вам выпадет Ну тут как бы под очень большим вопросом выпадет или не выпадет Но давайте будем говорить так Процент как бы ну я бы сказал не очень большой да там шансы минимальные Вот это вот все как бы вообще даже не смотрю Не имеет смысла просто лишняя трата как бы денег если вы просто покупаете этот контейнер Короче говоря ребят по моим подсчетам получается так Если задонатить и открыть себе горн То ты получаешь танк за 35 тысяч золота Ну или за 35 баксов Мне честно говоря ребят кажется что это бессмысленная трата Прям вот совсем совсем И даже если мне бы поступали донаты от зрителей И я бы собрал вот весь этот донат Ну только если бы сами зрители мне изначально сказали Что они кидают мне донаты исключительно ради того чтобы я открыл какую-то из этих машин Тогда бы я только это сделал Потому что за 35 тысяч золота Или там в переводе в real money за 35 баксов Покупать любую из этих машин Это ну честно говоря шизофрения Вообще честно говоря я бы подумал за 35 купить ли вообще все 3 машины Вот так вот с копом да Ну а уж одну из них так тем более Ладно с этим закончили Верхняя линейка исключительно для ребят у которых деньги есть Которые могут их сюда вложить Ну а нам обычным ребятам нищебродам Которые кровную голду экономят копят Всеми возможными способами Если и донатят то на существенно меньшие суммы Нам остается ребят только нижняя линеечка По нижней линеечке скажу следующее Для того чтобы открыть полностью всю линейку 380 флажков вам необходимо Для того чтобы получить 380 флажков Вам необходимо отыграть определенное количество боев Я их уже подсчитал То есть ну побед И соответственно боев Давайте теперь так Давайте представим себе что у вас нет ни премиум аккаунта И нет друга с которым вы можете играть в взводе Таким образом вы будете получать за каждую победу Исключительно по 2 Ну по 2 вот этих вот флажка 380 флажков для того чтобы пройти полностью все Соответственно надо сделать 190 побед С учетом того что у вас есть 8 дней на выполнение всего этого Если 190 разделить на 8 Получается грубо говоря 24 победы в день 24 победы в день Это грубо говоря 50 боев Если вы среднестатистический игрок То как показывает лично моя практика по стримам За время стрима я успевал отыгрывать за 2 часа стрима Ребят я отыгрывал 35 боев 50% побед 50% проигрышей берем за расчет Таким образом получается вам необходимо отыграть 50 боев Из которых даст бог сделать 24-25 побед 50 боев если перевести во время То получается вы должны в день играть по 3 часа времени Это вот прям совсем так в притирочку и по минималочке Если у вас нет как я уже сказал активированного прем аккаунта Нет сертификатов на прем аккаунт Ну вот как допустим сейчас у меня У меня премчика нет включенного И соответственно мне придется лезть в мою копилочку И надеяться на то что у меня среди сертификатов Найдется сертификатик на премы Ну и соответственно выкатывать Не знаю честно говоря хватит ли мне тех сертификатов Ну вот у меня есть на 30 дней Я думаю что скорее всего его буду активировать Короче говоря ребят Подсчеты Ну такие как они есть Донатить или не донатить безусловно Ну исключительно за вами выбор Что касается нижней линеечки Я бы вам рекомендовал как минимум побороться за 500 голды 160 надо флажков 160 флажков это 80 побед За 8 дней это по 10 побед в день Значит по 20 каток В целом полтора часа в день Вам будет достаточно для того чтобы открыть Если у вас нет еще раз говорю со взводных И у вас нет Прем аккаунта и вы не имеете возможности его получить В целом ребят Ну вот до 9 уровня включительно Абсолютно выполнимо 10 побед в день Я думаю для каждого из вас Ребят если у вас не с кем катать во взводе Если вы не состоите где-нибудь в клане Милости просим в клан Вот ГСН Сейчас проводится Отбор в субботу Завтра 1.10 состоится Стрим Субботняя катка На котором будет проводиться Отбор Как его пройти Как подготовиться к этому отбору Посмотрите пожалуйста во вкладке Сообщества на моем канале Я думаю вас заинтересует Ну и сразу отмечу Для отбора в клан Не имеет значения на данный момент До субботней катки Какой процент у вас побед И какого уровня танки у вас есть Короче говоря ребят Смотрите вкладку сообщества Буду вам рад на стриме И во время отбора А на данный момент у меня все Я обращаюсь к тем кто подписан на мой канал Ребят спасибо вам большое Огромнейшее вам спасибо За оформленные ваши подписки Комментарии и лайки под моими видео Мне это крайне приятно И это огромный ваш вклад В развитие моего канала Ну а ребятам тем Которым еще не подписались Милости просим В правом нижнем углу Желтый шильдик Нажимайте на него И в один клик Становитесь постоянным зрителем Моего канала Я вам буду безумно рад И безумно благодарен Всего хорошего вам Мира Спокойствия И удачи в ивенте Если вы планируете его проходить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok